Для самих жителей просто старый житник. Для московских гостей – настоящие произведения искусства. Такие амбары когда-то были едва ли не у каждой семьи. И не важно, русская эта деревня или коми. В давние времена именно такие строения служили местом хранения всего самого ценного. В первую очередь муки и зерна. Ну и другого скарба, называвшегося ныне довольно обидным словом «рухлядь». Это разные выделанные, а может и не выделанные, шкуры, меха и ткачество разнообразное. Ну и другие ценные вещи могли хранить в амбаре. Пожалуйста. Ставили амбары в отдалении от домов. Чаще всего на окраине деревни возникала еще одна – только из житников. Это позволяло сохранить имущество в случае пожара в селе. К слову, с нынешними сараями такие строения точно не сравнить. Строили их только из хороших бревен, поднимали полы, чтобы мыши не пробрались, и особенно тщательно следили за тем, чтобы не протекала крыша. Вообще иногда люди даже себе жизнь устраивали в амбаре. Вот в коллективизацию мы слышали историю, как во время раскулачивания отобрали у людей дом, и они много лет жили в амбаре, который под жилье переделали. Так что амбар – это очень значимая постройка. Сколько лет житнику из коми, привлекшему внимание гостей, точно неизвестно. Впрочем, очаровал плотников далеко не возраст. Они отметили качество древесины и ее обработку. К тому же, хоть крыша и покрыта шифером, но вместо стропил у амбара цельные бревна и старые жерди, а вместо рубероида куски бересты. Такое нынче тоже встретишь редко. Впрочем, полюбоваться житником в нашей республике уже не получится. Строение аккуратно разобрали и увезли. Его ждет реставрация, после которой настоящий русский амбар из коми украсит, увы, подмосковный музей деревянного зодчества.